Хаял Исмаилов уже давно доказал, что для него не существует задач, которые невозможно осуществить. Председатель городской общественной организации азербайджанского народа Даст Лук даже в национальный праздник о многих делах думает на перспективу. Например, День молодежи, который традиционно в Южной Республике празднуется в феврале, в Когалыме трансформировался в стартовую площадку для общественных идей. Ребята всегда идут на контакт, чтобы все мероприятия городские и общественные организации, которые проводят, и администрация нашего города, чтобы они все участвовали в этом мероприятии. Потому что есть примеры этих мероприятий. Это праздник цветов, который в 2019 году мы провели. Было здорово, когда приняли участие все молодежные организации нашего года. Это и совет молодых педагогов, это и общественные объединения. Среди приглашенных были специалисты администрации Когалыма, представители ОМВД, молодежных городских объединений и юноармейцы. Собравшиеся рассказали, чем сегодня занимаются их организации и возможность объединения сил для проведения общих мероприятий. Сейчас уже точно известно, что в преддверии 9 мая в Когалыме состоится автопробег «Честь Дня Победы». И это только один пример. Будут воплощаться в жизнь проекты, которые проходили в прошлом году, которые себя хорошо зарекомендовали. Уже есть план и он будет дополняться. Поэтому я думаю, что 2020 год он будет, наверное, даже перенасыщен, нежели насыщен. Поэтому мы, пользуясь случаем, приглашаем всех наших горожан, всю нашу инициативную молодежь на наши мероприятия. Но даже несмотря на уже сформированный проект плана мероприятий, общественники и специалисты администрации всегда рады новым идеям. Общественная организация нашего города – это тоже локомотив гражданского общества. И они огромную роль играют в привлечении молодежи в нашу жизнь. Потому что это те первые школы, в которых собирается молодежь, в которых они получают опыт командной работы. В планах активистов в 2020 году провести несколько десятков мероприятий. И, как показывает опыт, они всегда находят отклик не только у молодежи, но и у всех жителей и гостей культурной столицы Югры. Александр Филиппов, Денис Кисматулин, Алексей Николаев. Специально для новостей. Субтитры создавал DimaTorzok